1 сентября 1939 года германские войска вторглись на территорию польши без объявления войны одновременно с наземными войсками были осуществлены бомбардировки крупнейших городов польши первый же день войны вольный город данцик был объявлен частью территории германии здесь мы можем видеть немецкую карту на которой демонстрируется положение германских войск непосредственно перед нападением на польшу две немецкие группы армий на севере и на юге по направлению на варшаву буквально в течение двух недель польша фактически была разгромлена варшавский гарнизон еще оказывал сопротивление до 28 примерно сентября 1939 года но поскольку все силы и возможности были исчерпаны он вынужден был капитулировать мы на выставке демонстрируем фотографии где немецкие солдаты на границе с польшей ликвидируют эту границу восторженная встреча населением вольного города танцы до германских войск советское руководство естественно внимательно следила за развитием событий в польше и у нас на выставке демонстрируется в частности донесение наркома внутренних дел берии сталину о бомбардировках польских территорий 1 сентября 1939 года надо сказать что польское руководство уже в ночь 17 на 18 сентября 1939 года фактически бросила страну на произвол судьбы и бежала в румынию и вообще многие польские офицеры из окружения руководителей страны еще до начала вторжения германии на территорию польшу стали оформлять румынские визы и к моменту начала войны их уже не было на территории польши они туда не вернулись дальнейшем поляки образовали свое правительство в изгнании в октябре 1939 года в начале она находилась в париже затем оно было перемещено великобританию возглавил это правительство генерал владислав сикорский на территории польши было образовано генерал губернаторство оккупированных польских территорий генерал губернатором стал ганс франк центром генерал губернаторство стал город краков и соответственно мы на фотографии демонстрируем поездку конца франка по кракову с момента нападения германии на польшу советское руководство заняло нейтральную позицию спустя две недели германские войска значительно продвинулись на восток территории польши 17 сентября для того чтобы не допустить чтобы пострадали жители восточных областей бывшей польши которые в основном были украинцами и белорусами советские войска перешли на территорию бывшей польши и достаточно быстро заняли территорию западной украины и западной белоруссии которые до этого входили в состав польши в результате советско-польской войны 1919 1921 годов с германскими войсками была достигнута договоренность о том что вот эти территории будут сферой интересов советского союза и уже 22 октября на территории западной украины и западной белоруссии прошли выборы депутатов народного собрания которые приняли декларации о вхождении в состав советского союза мы демонстрируем на выставке текст декларации белорусского народного собрания вопросу о вхождении западной белоруссии состав белорусской советской социалистической республики это декларация хранится сегодня в национальном архиве республики беларусь и они любезно предоставили на мою для этой выставки затем соответствие с просьбой народных собраний западной украины западной белоруссии были приняты законы закон о вхождении западной украины состав союза советских социалистических rеспублик с воссоединением ее с украинской советской социалистической республикой был принят 1 ноября 1939 года и 2 ноября 1939 года был принят закон о вхождении западной белоруссии в состав союза Советских Социалистических Республик, с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Надо сказать, что граждане Западной Белоруссии и Западной Украины с восторгом встретили войска Красной Армии, и поэтому столь быстро были приняты и решения о том, чтобы народы Западной Украины и Западной Белоруссии были воссоединены с своими братьями, которые жили на тот момент в Советском Союзе. 21 сентября 1939 года состоялись переговоры между военным руководством Советского Союза и Германией, в ходе которых был подписан протокол о демаркационной линии между войсками Вермахта и РККА. Для того, чтобы зафиксировать эти договоренности, 27 сентября 1939 года в Москву прибыл министр иностранных дел Германии фон Риббентроп, и, соответственно, 28 сентября 1939 года был подписан договор о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией, наркомом иностранных дел СССР Молотовым и министром иностранных дел Германии фон Риббентропом. Одновременно были подписаны дополнительные, в том числе секретные, протоколы к этому договору, где говорится о том, что несколько меняется сфера интересов Советского Союза и Германии, и, в частности, территория Литвы теперь входит в сферу интересов Советского Союза, а сферу интересов Германии отошла территория Люблинского воеводства и части Варшавского воеводства. Для Советского Союза было очень важно выиграть время для того, чтобы обезопасить свои границы на западе страны, для того, чтобы лучше подготовиться в военном отношении, в экономическом отношении, к последующему, как все тогда уже понимали, неизбежному столкновению с Германией. В результате вот всех этих действий, начало войны, которая, как мы все знаем, началась 22 июня 1941 года, было, в общем-то, отсрочено на достаточно большой период, в течение которого у нас появилась возможность для дополнительной подготовки.